Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс, где мы на ежедневной основе публикуем огромное количество аналитического контента, в том числе и конкретные торговые рекомендации. Ну что ж, теперь к рынкам. Сегодня на повестке экономического календаря несколько отчетов, на которые в принципе стоит обратить внимание. Это выступление Кристин Лагарта в 14.00 по московскому времени. Если евро остается в вашем торговом арсенале, друзья, если вы спекулируете европейскую валюту, то обязательно послушайте ее. Точно будут заявления и комментарии касательно перспектив экономики валютного блока с учетом последнего прогноза от еврокомиссии и с учетом ситуации с ковидом. Но я ранее давал сделку по евро-доллару, шорт спекулятивный с целями 1.18. Мы эту цель сделали. Поэтому новых сделок пока что не будет. Лучше понаблюдать за развитием событий. Дальше как риск будет реагировать на то, что сейчас происходит с долларом. И только после этого, когда мы разберемся, может быть уже начало следующей недели, посмотрим на евро-доллар с точки средне новых рекомендаций. Сейчас в целом, если говорить крупными мазками, довольно интересная ситуация. Я снова повторяю, что интересность этой ситуации заключается в том, что у нас параллельно растет золото, индекс американского доллара, растут стоимости облигаций, значит доходность идет вниз. Американский фондовый рынок на хаях. И это очень странно, друзья. Кто-то из этих инструментов, какой-то из этих активов точно должен сойти с дистанции. Вот когда это произойдет, я не знаю, и кто из них окажется первым на пути возвращения к нормальности. Тоже не знаю. Но могу предположить, что все-таки мы продолжим и дальше работать с восходящей динамикой по американскому фондовому рынку, на котором мы неплохо, собственно, зарабатываем. И сегодня, как вы понимаете, может быть, уже смотрели на конкретные ценовые уровни, у меня будет возможность в очередной раз констатировать исторический максимум по S&P и по NASDAQ. Индекс доллара 92.72 в моменте. Далеко ли мы ушли после последних протоколов? Я бы не сказал, что сильно. В целом, протоколы, которые вышли, что они нам показали. Во-первых, во-вторых и в-третьих ничего нового. То, что экономика далека от целей, которые важны для американского регулятора, но при этом прогресс очевиден. Это повторили все голосующие члены американского регулятора. Также они отметили, что условия для потенциального изменения денежно-кредитной политики могут быть достигнуты и сложиться ранее. В сухом остатке как бы ФРС готова изменить денежно-кредитную политику, сократить программу количественного смягчения когда-то там в перспективе ближайшего или не совсем ближайшего времени. Ну, мы прекрасно и до этого знали, что политика американского регулятора не будет стимулирующей вечно. Здесь только вопрос в горизонтах изменения денежно-кредитной политики и монетарного курса. Напоминаю, друзья, то, что я склонен предполагать, что изменения пойдут только лишь в 2022 году. Поэтому буду держать, опять же, оборону вместе с теми, кто ставит на снижение курса американского доллара, потому что до, на мой взгляд, 2022 года даже программа количественного смягчения не будет скорректирована. А поэтому я предпочитаю не поддаваться на вот этот ложный и непонятный мне с точки зрения такого обоснованного фундаментального фона позитив тех, кто ставит на укрепление американской валюты и придерживаться собственного своего устоявшегося взгляда на то, что пока что нет условий для восстановления долгосрочного восстановления американского доллара. Десятилетний трежерис 1,32% это минимальное значение уже, по-моему, с конца января, но с февраля точно. Соответственно, рынок долга снижается при снижении казначейских трежерис, параллельно снижается вероятность ужесточения денежно-кредитной политики. Если вы сейчас, друзья, зададитесь целью все-таки разобраться, как нужно правильно интерпретировать последние протоколы ФРС и будете искать информацию в разных источниках. Единственное, что вы найдете, то, что взгляд и позиционный настрой ФРС не изменился. Пока что политика остается стимулирующей. Исходя из этого, я делаю выводы, что нам придется следить за дальнейшими макроэкономическими отчетами. Нам нужно снова дождаться позиции, публичной позиции выступления, то есть очередного Джерома Паула. Я надеюсь, что через неделю-две на повестке экономического календаря будет возможность нам говорить о таком событии и впоследствии послушать главу американского регулятора. До этих пор я оставляю в силе свой шорт и, надеюсь, вам понятно, почему я так делаю. Золото растет, в целом 1800 долларов за тройскую унцию у нас в уровень держится. Небольшим объемом в покупку я уже зашел и, соответственно, при дальнейшем развитии восходящего ралли эта позиция будет только усиливаться. Рынок нефти 73,44 доллара за баррель. Нефтянка сейчас крайне интересна и, как вы помните, несколько дней назад я открывал длинные позиции в расчете на то, что неопределенность именно в переговорах ОПЕК плюс будет способствовать тому, что котировки выйдут на новые многолетние максимумы в районе 80 долларов за баррель. Но сейчас ситуация новостная, очень непростая. Есть две позиции, идеи, которые действительно имеют право на жизнь. Во-первых, мы знаем то, что страна ОПЕК плюс до сих пор не договорились по тому, насколько нужно и можно увеличить уровень нефтедобычи с августа. И вот здесь начинается уже расхождение трейдеров. Одни считают, что отсутствие единой позиции по росту нефтедобычи, это значит то, что страна ОПЕК и вовсе не поднимут уровень производства. И в конечном счете при дальнейшем росте мировой экономики дефицит предложений будет только усиливаться. Это позитивный фактор и, соответственно, вот тут покупатели готовы наваливаться на покупки этого инструмента. Но другой лагерь трейдеров считает, что отсутствие единой единогласной позиции страны ОПЕК в моменте может привести к тому, что кто-то из них начнет нервничать, плюнет на соблюдение действующих обязательств и нарушит дисциплину. И это, в конце концов, приведет к развалу вообще объединения аналитического пакта ОПЕК+, и даст возможность тем, кто раньше был вынужденно сдержан в объемах нефтедобычи, загрузить по полной весь имеющийся производственный потенциал и добавить на рынок больше 5 миллионов баррелей в сутки. Я напоминаю, друзья, то, что в 2020 году, когда началась паника из-за ковида, страны ОПЕК+, дружно взяли и снизили объем нефтедобычи на 9,7 миллиона. С тех пор они подняли планку последовательно, поэтапно на 4 миллиона. То есть общее сокращение добычи сейчас составляет 5 с небольшим. И вот эти потенциальные объемы, они могут вернуться на рынок. Вчерашняя новость, которая, на мой взгляд, обвалила котировки нефти, это решение Объединенных Арабских Эмиратов, которые, собственно, и не согласны с предложениями, последними предложениями ОПЕК, в одностороннем порядке взять и поднять уровень нефтедобычи. Стратегия Объединенных Арабских Эмиратов мне абсолютно понятна. Они стремятся сейчас к максимизации прибыли, потому что хотят заработать как можно больше в условиях текущего роста спроса и в условиях высоких цен на нефть. И впоследствии отправить эти деньги на диверсификацию экономики, формирование новых источников энергии и, соответственно, получение дополнительных альтернативных источников такого странового дохода. И поскольку другие члены ОПЕК им ранее не давали возможности увеличить уровень нефтедобычи, а они весь 2020 год и часть 2021 года активно инвестировали в нефтегазовую отрасль, по предварительным данным Объединенные Арабские Эмираты вложили в нефтегазовый сектор 130 миллиардов долларов за последний год в расчете на то, что очень скоро они смогут вернуться к прежним показателям нефтедобычи. И все это время, пока у них были связаны руки, они ждали вот этого официального разрешения, чтобы поднять планку. Этого разрешения они не получили, поэтому выступили против последних договоренностей со стороны страны ОПЕК, плюс решили уже действовать в единоличном ключе. Я думаю, что в конце концов страны ОПЕК, другие участники энергетического пакта убедят Объединенные Арабские Эмираты не принимать таких необдуманных решений, потому что даже в моменте мы видим то, что цены на нефть просели на 5%. И в конечном счете в проигравших будут все стороны. Поэтому я считаю, что в ближайшие дни порядок в рамках стран ОПЕК будет восстановлен, и цены смогут вернуться к прежнему восходящему тренду. Что касается фондовых индексов, я в начале брифинга отметил, что все без изменений. Исторический максимум мы ждем, как и раньше, S&P на планке 4500, NASDAQ 15000 пунктов. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.